Кнессет утвердил законопроект о призыве представителей ультраортодоксальной общины в армию обороны Израиля. Нововведение поддержали 67 депутатов, против всего один. Оппозиция в голосовании не участвовала, заявив, что для утверждения этого законопроекта парламентское большинство применило силовую тактику. Согласно нововведению, призывная кампания начнется в 2017 году. Тогда в армию обороны Израиля призовут около 5200 ультраортодоксов. Учащиеся Ейшиф будут служить в армии почти полтора года. Представители ультраортодоксальной общины до сих пор не призывали в армию. Они также не представляли собой рабочую силу страны. Изменения в законодательстве будут притворяться в жизнь постепенно. Ультраортодоксы будут служить в армии и станут частью трудового ресурса. На протяжении многих лет считалось, что ультраортодоксальные евреи служат своей стране через молитву и учения, сохраняя таким образом культурное наследие. Многие израильтяне критически относились к такому положению вещей, считая, что харидим не выполняют свой долг перед страной и живут за счет других. Представители ультраортодоксальной общины говорят, что нововведение ставит под угрозу существование самой общины. Массовые протесты уже прошли в Иерусалиме и Нью-Йорке. По словам ультраортодоксальных евреев, изучение Священного Писания является основой для жизни еврейского народа, поэтому у учеников Ишивы должно быть право посвящать учебе все время. Неявка по призывной повестке повлечет за собой уголовную ответственность.